уважаемые друзья представляю вам вторую часть рассказа историка андрея николаевича о финских военно-воздушных силах времен второй мировой войны если еще не видели обязательно посмотрите ссылка в верхнем углу из нее мы с вами узнали например что финский ас илмари ютилайнен не сбивал вражеских самолетов больше чем сбивал советский ас кожедуб счета финских асов не подтверждаются по документам советской стороны даже наполовину поэтому в отношении финских асов да и в отношении немецких тоже корректнее было бы говорить к примеру так финскому асу илмари ютилайнен засчитали 94 с половиной самолета не сбил а засчитали чувствуете разницу в финских ввс как в общем-то и в люфтваффе джентльменам было принято верить на слово думается что на представленных фото запечатлено рождение некого штабного документа о каком бои здесь рассказывает илмари мы можем с вами только догадываться возможно именно сейчас он как раз рассказывает как на неисправном истребители с неработающим мотором он умудрился сбить два большевистских самолета а еще мы с вами узнали что пресловутые двойные стандарты существуют не только и не столько в современной политике они также существуют и в истории об этом нам с вами продолжает рассказывать историк инкогнито андрей николаевич снова здравствуйте дорогие друзья и недорогие тоже не болейте помните когда-то в газетах была такая рубрика когда верстался номер и так вышла первая часть мы уже успели ознакомиться с вашими комментариями и конечно пользуясь случаем выражаем свою любовь и признательность за вашу оценку наших трудов и казалось бы не стоило ожидать никакого негатива мы сделали то что нам всегда предлагают а именно сравнили данные с двух сторон и сделали мы то же самое что делают наши оппоненты использовали и ту же самую источниковую базу и пользуются наши оппоненты теми же самыми трудами стендмана и Кескинина с авторами конечно просто может быть ввиду занятости на это они не указывают ну и забывают нам показать правую сторону таблички как может с вами убедились и казалось бы все хорошо мир и благоволение в человеке но нет оказалось мы покусились на святые мечты детства на героев и кумиров детских грез так сказать на небесных рыцарей попросту говоря на священные скрижали на боевые счета нацистских пилотов и их союзников но на этом список наших негодяйств не исчерпан мы походя так сказать покусились на невинность двух выдающихся метров финских военных историков Кескинин и Стэнман ну что поделаешь эту монополию они создавали себе в течение 40 лет так сказать наплодив немыслимое количество всевозможных книжек с картинками ну и заодно дав немало полезных материалов впрочем не буду повторяться об этом же говорилось давайте теперь оставим в покое этих двух метров и посмотрим а неужели вся историография касающаяся истории финских ввс сводится к трудам Кескинин и Стэнман ну что же тут прозвучит барабанная дробь и на арену выходит самый что ни на есть настоящий военный историк именно военный историк не системный администратор не учитель биологии школьные и не безработный инженер это доктор Ханну Валтанен 20 лет он летал на замечательном финском истребителе миг-21 отлетев до пенсии закончил университет защитился по теме сферы его научных интересов в основном это деятельность союзничков то есть Люфтваффе на территории Финляндии и похоже что ему первому пришла еще в 1997 году идея сравнить боевые щита и так он выпустил в 97 году книжку под названием Люфтваффенпохьяйнэнсивуста который я бы перевел как северный фланг Люфтваффе издательство Кескисуомен Илма музео то есть среднефинляндский воздушный музей где он заявляет следующее новейшие исследования за период в так называемой войны продолжения пришли к выводу что заявки финских летчиков истребителей на победы лишь на 35 максимум 45 процентов являются достоверными при том обстоятельстве что списки потерь Советского Союза являются надежными Ну что же несколько робкая формулировка но учитывая тот факт что Хану Валтанин это директор музея финской авиации Ни много ни мало достаточно красноречиво я бы даже сказал революционно и да получается некий оксимарончик опять то есть 20 чем-то лет люди приходят в музей где им рассказывают и показывают нереальные так сказать боевые щита а директор этого музея еще 25 лет назад так сказать попросту говоря сказал что все это туфта ну и чтобы сделать ситуацию более смешной скажу что это все я цитирую по финской версии википедии которая повествует о боевых славных деяниях той самой 24 эскадрильи ну или точнее сказать эскадрона финская википедия умеет иногда удивить и даже британская своей претензии на объективность чего не скажешь обычно о русской стороне которая обычно создает впечатление что она написана бабой Лерой Новодворской в соавторстве с Эриком Хартманом и Марком Семеновичем Солониным и наконец о второй части нашего видео который мы сейчас перейдем она тоже основана на открытых источниках самые въедливые из наших оппонентов будут по-прежнему говорить но все равно все равно даже при всех сокращениях потери финских ввс значительно меньше советских а значит финские летчики были гораздо лучше хотелось бы прокомментировать первую цифру это относительно невысокие потери но невысокие по масштабам второй мировой войны невысокие в сравнении с другими участниками конфликт но понимаете что для ввс маленькой страны с отсутствующим мобилиционным потенциалом и почти что отсутствующей авиационной промышленностью потерять на самом деле катастрофические есть две версии первая и ума воем от это были истинно 300 спартанцев великолепно подготовленных обученных даже переподготовленных местами вот и соответственно в их руках вот этот авиапарк который на самом деле представлял собой сборище разномастных разношерстных ушатанных трондулетов превращался в супер оружие ну а второе объяснение вполне себе прозаическое и сугубо материалистическое давайте посмотрим на те миссии которые приходилось выполнять летчик сейчас друзьями перед вами появится фрагмент из летной книжки это у нас 34 кстати уже эскадрилья датирована как вы видите июлем 1944 года а принадлежала она фельдфебелю тами тоже из категории асов имеет 17 побед но как мы убедились заявленных побед нас интересует последняя графа и так первое это вылет на перехват второе это вылет на перехват 3 ил 2 сбита дальше у нас идет перегон дальше идет какая-то внутренняя перевозка дальше опять идет на перехват дальше выход вылет наçu вылет на прикрытие дальше разведка дальше указано наваляка оказывается от болhanes дальше love peli указана опера cr到 america который указан на тотчас опятьured перехват перехват некий испытательный полет чтобы это ни не значило дальше опять перехват и опять пострадал и л 2 дальше опять прикрытие дальше перехват и дальше опять Дальше обязано поговорить, что я использую здесь термин перехват. На самом деле здесь использовано слово Торьюнта, что ближе по смыслу к слову отражение. То есть если вы думаете, что командир кричал умереть, но не пропустить при постановке задачи, такого не было. Подлавливали обычно нашу ударную или бомбардировочную авиацию при возвращении из задания зачастую. Здесь, друзья, нам снова придется отвлечься на развенчивание очередного мифа. Вы можете прочитать в Википедиях, а потом это все располагалось по интернету, что якобы финская истребительная авиация придумала какую-то хитрую особенную тактику, которая называлась ПАРВИ, что-то вроде этажерки. Англоязычная Википедия уверяет, что до конца войны советские ВВС так ничего не смогли противопоставить. Суть ее в том, что пара истребителей шла на низкой довольно-таки высоте, отвлекала на себя врага, ну, например, истребителей сопровождения, а вторая пара потом Аки Коршуны сваливалась сверху из облаков. Ну, а любой человек, знакомый маломальски с историей авиации, знает, что подобного рода тактика применялась чуть ли не во времена Рейхтгофена и Гемене. И действительно, противопоставить такой тактике нечего, только если у вас есть очень много свободных истребителей. И самое главное, подобная тактика прекрасно работает в том случае, если у ваших ВВС нет других задач, кроме как ущипнуть противника побольнее. Ну, и еще одна тема, которую я сначала думал избежать, но раз уж речь зашла о мифах, то это о некой ужасно специальной подготовке, которую получали финские летчики до войны. Ну, вообще, в мирное время ВВС ничем другим, кроме как учебой не занимается. Я думаю, если в Нигерии есть ВВС, то там тоже есть курсы переподготовки, сборы, учения, тренировки и стрельба по конусу. Да, занимались, вот перед вами сейчас появится даже учебник, это, судя по названию, учебник для учащихся курсов для унтер-офицеров, ну, а принадлежал он все тому же Фельдфебе Людами. Ну, а поднята эта тема, видимо, для того, чтобы убедить нас, что в Красной Армии летчики не летали, не стреляли, а ходили строем в туалет под песню о товарище Сталине. Ну, хорошо, вернемся к анализу боевых задач, которые выполняли истребители. Беглый взгляд сразу показывает, что истребители были избавлены от рутинной работы, которую должны были тащить их советские коллеги. То есть, если наши ребята летали на прикрытие штурмовиков, бомберов, и сами штурмовали, а, как известно, в РККА штурмовкой занимались все, что могло летать и все, что могло стрелять, так или иначе, ну, более того, Тами оставил мемуары, и, правда, уже в крайне преклонном возрасте, и, соответственно, авторство их весьма условное. Тем не менее, он говорит, что ужасно любил стрелять по повара паровозам, как бывший дорожник, возможно, но ему было категорически это запрещено никем иным, как командующим Илма Воймот, генерал-майором Ярлом Лунквистом. С целью сохранения материальной части и пилотов им запрещалось ввязываться в собачьи свалки, запрещалось работать по наземным целям, ну, а сопровождение ударной и бомбардировочной авиации, которая таки имелась, но это отдельная совершенно песня, она сводилась к самому минимуму. Ну, этот тезис легко подтвердить, если бросить взгляд на, даже беглый, на все выписки из журналов боевых действий, всевозможных ежедневных приказов, вся эта работа была сделана давным-давно, как я уже говорил. Ну и давайте еще не будем забывать о том, что на Ленинградском фронте они действовали за спиной, так сказать, Большого брата, Люфтваффе, ну, а в северо-восточной Карелии Карельский фронт это была второстепенная линия фронта, замерзшая практически на три года и, соответственно, с обеих сторон там интенсивность боевых действий была почти нулевая, а самолеты, ну, это видно из послужного списка первого официального полка, ну, с обеих сторон там летали почти что музейные экспонаты в виде глостеров, гладиаторов, и 15 БИС, Р-5 и прочего наследия 30-х годов, скажем так. Ну, что касается Ленинградского фронта, я считаю, необходимо заметить, что зима 42-го года, и даже 43-го, ребята вылетали полуголодные, да, их пытались кормить полетной норме, но просто почитайте мемуары ветеранов, что там происходило, и бросать какие-либо упреки в адрес этих людей, а еще особенно техников, которые, шатаясь, обслуживали эти самолеты, ну, я считаю просто кощунством. Более того, на мой взгляд, что касается Ленинградского фронта, было бы неверно рассматривать это как противостояние отдельно финской и советской авиации. Нужно говорить о финско-германской авиации, поскольку у них были прекрасно распределены роли у союзничков, немцы бомбили, немцы брали на себя тяжесть сопровождения, а Илма-Воймот были как бы на подхвате, подлавливали отставших, в общем, шакалили потихоньку. Ну и давайте не будем недооценивать роль Финляндии в организации блокада Ленинграда, где они рука об руку с братьями по оружиями, то есть с вермахтом, люфтваффе, итальянскими королевскими военно-морскими силами, оказавшимися на Ладоге, вносили свой посильный вклад в общее фашистское дело. А теперь перед вами появится фрагмент летной книжки другого аса из двадцать четвертой эскадрильи, Йорма-Сарванту. Правда, она датируется началом сорокового года, это еще так называемая Зимняя война, но тоже весьма характерна. Вы видите, тут у него просто какие-то перегоны, кодка Хаммин и так далее, видимо, перелет из аэродрома на аэродром. Дальше идет «Свободный поиск», «Свободный поиск», «Свободный поиск», «Свободный поиск», «Свободный поиск». «Свободный поиск». Простите, друзья, что я прервал Андрея Николаевича, но дело в том, что в этом месте он попросил меня прокомментировать. Свободный поиск или свободная охота – излюбленная тактика не только немецких асов, но и, как видите, финских. Если почитать мемуары советских летчиков, то вы обнаружите, что и они всегда очень хотели заниматься именно свободной охотой. Почему? Да потому что каждому хочется быть в лесу именно охотником, а не добычей. Когда ты обладаешь привилегией свободно строить маршрут, а не привязан, к примеру, к бомбардировщикам, и у тебя не скованы руки рутинной работой по их сопровождению, к примеру, когда только тебе решать вступать в бой или не вступать, ты волен выбирать наиболее выгодную для тебя цель, наиболее выгодные условия, тогда довольно быстро растет твой счет, а ты при этом всегда остаешься в относительной безопасности, ну или всегда с козырями на руках. А козыри довольно весомые. Первый и понятный всем – это фактор внезапности. Второй – нападение со стороны солнца. Когда ты видишь противника прекрасно, а он тебя не замечает или замечает в самый последний момент. Ну и третий, очень важный козырь – это высота и скорость. Этими козырями не обладает летчик, который сопровождает Ил-2 или бомбардировщики. На крейсерской скорости порядка 270-280 км в час. Приведу простой, понятный каждому автомобилисту пример. Вспомните, как хочется, но невозможно нажать на педаль посильнее, когда вы обгоняете на трассе длинную фуру. Преемистость мотора, масса, инерция не позволяют с крейсерской скорости моментально разогнаться до максимальной. На это нужно время – долгие драгоценные секунды. Но и это еще не все. Самолет, который начинает атаку с большей высоты, чем у вас, за счет разгона на пикировании достигает не максимальной горизонтальной скорости полета, а максимально допустимой, которая больше, чем максимальная скорость горизонтального полета еще на 150-200, а то и 250 км в час. То есть свободный охотник, атакующий истребитель, следующий на крейсерской скорости, имеет преимущество по этой скорости не на 50, не на 100 и даже не на 150, а на 200-300, а то и 400 км в час. Дальше следует удар, а затем попал не попал, самолет переводится в крутой набор высоты и избыток скорости обменивается снова на высоту. У свободного охотника снова преимущество в высоте, которую он в любой момент снова может разменять на скорость. Если не совершать грубых ошибок, не ввязываться в маневренный воздушный бой с противником, ты не потеряешь этот главный козырь и будешь всегда оставаться в относительной безопасности и недосягаемости. Сопровождающий бомбардировщики истребитель просто не имеет шансов против вас. Во-первых, он не может бросить своих подопечных, а во-вторых, ему каким-то образом нужно стать невидимым для того, чтобы набрать высоту и уравнять шансы с вами. Это понимал каждый летчик в каждой стране. Каждый летчик-истребитель мечтал оказаться именно на месте охотника, а не на месте мишени. Но советское командование не часто позволяло нашим летчикам заниматься такой работой. Ведь авиация это не отдельный игрок сам по себе, а член одной большой команды различных родов войск. Если с точки зрения отдельного пилота увидел выгодную цель, бросая задание, гонясь и сбивай, проявишь себя, заслужишь награду, почет тебе и уважение, казалось бы. То с точки зрения общего дела гораздо важнее довести до цели бомбардировщика или штурмовики и создать условия над целью для того, чтобы они отработали качественно. Ведь своевременное уничтожение цели на земле может оказаться гораздо более важным для хода войны, чем уничтожение отдельного самолета вражеского, да пусть даже двух или трех. Поэтому у советской авиации во время Великой Отечественной войны более характерно выполнение командных задач, нежели индивидуальная игра на достижение личного счета. Итак, тактика свободной охоты наиболее безопасная тактика для летчика-истребителя, который ей занимается. И также эта тактика позволяет сберегать или другими словами экономить самолеты, если такая задача стоит. По-видимому, такая задача и стояла перед малочисленными финскими ВВС. И еще один аспект. Потери финских ВВС будут всегда меньше, чем потери советских, только в силу того, что финские ВВС во много-много раз меньше. Историк Борис Юлин у меня на канале однажды привел такой пример. «Вы же не будете, — сказал он, — утверждать, что американские летчики были гораздо хуже вьетнамских, только на основании того, что потери американских военно-воздушных сил во Вьетнаме были гораздо-гораздо больше, чем вьетнамских. Численность американских ВВС и вьетнамских не поддается даже сравнению. То же самое и здесь. Поэтому, если мы хотим провести корректное сравнение советских летчиков с финскими, то нужно брать советское подразделение, которое выполняло сравнимые задачи. У меня на канале есть довольно интересное видео о 9-й гвардейской истребительной авиадивизии. Так вот, однажды обстановка на фронте и, соответственно, командование позволили летчикам этой дивизии заниматься свободной охотой. Соотношение побед и поражений в этот период достигло 1 к 27 в пользу советских летчиков на фоне этого достижения. Достижение знаменитого 24 эскадрона финских ВВС уже не выглядит таким уж фантастическим. Однако нам с вами пора вернуться к рассказу Андрея Николаевича. Свободный поиск, свободный поиск, свободный поиск, воздушное сражение, 6 ДБ-3 сбиты. И дальше опять свободный поиск, ну и потом разнообразие пара разведывательных полетов. Здесь у нас возникает короткий сюжет, который я бы назвал одним махом семерых побивахом. Юрма Сарвант блеснул в начале 40-го года вот этой своей уникальной победой, когда он умудрился за 4 минуты, летая на самолете Фокер Д-21, вооруженным четырьмя пулеметами Браунинг винтовочного калибра, еще раз повторюсь, за 4 минуты сбить 6 двухмоторных советских бомбардировщиков ДБ-3. В одиночку. Герой-одиночка. Но тут же это дело было подхвачено сначала финскими пропагандистскими источниками, а затем и Антанта плюс США. За несколько дней Сарванта превратился в международную поп-звезду высочайшего класса, более популярную, чем Соня Хейни, и даже рискну предположить более популярную, чем, скажем, Рузвельт или Гитлер. Ну, это прекрасно работало на имидж, так сказать, маленькой демократической страны, на которую напал злобный медведь с усами и трубкой. Ну, правдивость, реалистичность этого сюжета я предложу оценить вам. Ах да, и потеря этих самолетов ВСРККА якобы подтверждена историками-архивистами. У меня, конечно, есть своя версия, что там случилось, но я ее озвучивать не буду в данной ситуации. Надо сказать, что Сарванта дожил до 63-го, с не ошибаясь, года, то есть благополучно пережил войну, летал, имеет 16 побед. И все они даже подтверждаются советскими архивами, якобы. А, ну и служил он, естественно, в 24-й. Ну и, как видите, после того случая особо ничем не плеснул. Интересно здесь то, что в таком же подвиге отказано герою Советского Союза Горовцу, который на Курской дуге на несравненно более совершенном самолете Ла-5 сбил 9 лаптежников, на том основании, что описание его подвига составлено под подсчету обломков на земле, которые делали наземные наблюдатели, а они неправильно все это оформили и не названы. Ну и, естественно, генерал-квартирмейстер не велит, а как же. Тем не менее, у нас с вами есть пример, когда авиацию попытались использовать массированно, это уже лето 44-го года, когда началось наступление на Карельском перешейке и вставки Верховного командования Советского наконец-то шли руки до Финляндии. Тут пришлось собрать в кулак все бомберы, которые имелись. Это три эскадрильи брейнхемов, тридцать чем-то штук. Ну плюс, не надо забывать, что Герман Геринг подарил несколько ушатанных Дорнье Икс, но с ними было больше хлопоты у механиков, чем реальной боевой работы. Но финская бомбардировочная авиация это отдельная тема. Вкратце, конечно, скажу, что бомбили с больших высот, с высоты двух километров попадали, естественно, в люк открытого танка или в форточку. Все это происходило в рамках так называемого сражения Тали и Хантала. Действительно, это единственный раз, когда пришлось поиграть в современную настоящую большую войну, собрать в кулак всю авиацию, бросить в бой танковую бригаду, по-моему, единственная, которая была в распоряжении финского командования. Ну, если вы откроете современную Википедию и прочие правдивые источники, вы обнаружите, что все дела опять обернулось тактической победой в Финляндии, потому что наступление советских войск было остановлено. Потеряли всего тысячу солдат, русских было убито пять тысяч, двенадцать самолетов. В общем, дела шли отлично. Стоп, 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 друзья мои, двенадцать самолетов, это только на отдельном участке фронта. Забыли посчитать потери союзников, которые спешно прислали авиаотряд и, конечно же, первый полк, который располагался в Восточной Карелии. А там самолеты начали быстро кончаться. В общем, оборона была крепка, как гранит, потери были маленькие, но почему-то после этого пришлось обращаться в Швеции через посредников к Александре Михайловне Покалантай, послу Советского Союза и закидывать удочки на счет перемирия. Так что дела шли отлично, но потом пришлось немножечко сдаться, подписать перемирие на советских условиях, вернуть все оккупированные территории и вообще вернуться в границе договора сорокового года, а потом остаток войны гоняться по Лапландской тундре за своими бывшими братьями по оружию, то бишь вермахтом и люфтваффе. Для этих целей была собрана авиагруппа, примерно 60 самолетов. Я так подозреваю, это единственное, что еще способно было летать и держаться в воздухе. Хотя это сюжет для отдельной истории, которую я бы назвал «Битва голубой и черной свастики», эпично. Мессершмитты, кстати, не участвовали, объяснено это тем, что не было способных принять их аэродромов в зоне боевых действий. Так что летали всякого рода Мураны-Сольнье, даже якобы сбили двух лаптежников, не знаю, что по этому поводу думает генерал-квартирмейстер. Ага, потеряли своих порядка 50 самолетов, ну то есть к окончанию Второй мировой войны финляндская военно-воздушная армада представляла собой единицу чисто условную. В современной милитаристской и реваншистской пропаганде все вот эти воздушные победы, нереальные боевые щита и прочее являются настоящим жупелом. Ну действительно все эти ребята выглядят как настоящие 300 спартанцев, которые сдерживают натиск миллиона варваров. Но на самом деле тот факт, что им пришлось остаться в меньшинстве, не делает их автоматически героями, а скорее заложниками в руках авантюристов, как каковым и являлось военно-политическое руководство. Об этом надо было задуматься еще в сороковом году, когда пытались поиграть в большую политику с участием Англии и Франции. Ну и тем более в сорок первом году нужно было думать с кем вы в большинстве. И Маннергейм ни в коем образом не является царем Леонидом, если подавать аналогии со спартанцами. Царь Леонид, как известно, погиб на поле боя вместе со своими воинами. А Маннергейм нашел способ договориться с Москвой, подписал вот это вот кабальное перемирие для них, сдал все позиции, был сделан техническим президентом ради этого и благополучно влезнул в Швейцарию, где и благополучно умер. А юридическую в том числе оценку деятельности президента Рюти и его приспешников в сорок пятом году дал проходивший в Хельсинки трибунал. Так что исчезновение голубых свастик с плоскостей финских самолетов это не просто замена символов. Финляндия была переформатирована, она превратилась в мирную нейтральную страну, которой она является и сейчас, что немаловажно. И, конечно, немало сил внутри страны хотят втянуть ее снова в некие авантюры. И для этого существует вся вот эта вот милитаристская пропаганда. Но далеко не все финны и тогда в сороковых годах и сейчас разделяют подобного рода точки зрения. Есть и историки, которые иначе смотрят на, например, даже исчисление потерь финской армии, которая представляется заниженным. Ну а что касается военно-воздушных сил, там действительно очень трудно утаить или занизить какие-то потери, но зато можно увеличить потери противника. Чем многие и занимаются, и находят, как ни странно, отклик, в том числе и по другую сторону границы. В самой же Финляндии все это действует на голову молодых людей. Тем более, что благодаря распространению компьютерных игр все вот эти войны воспринимаются все больше и больше, как некие стрелялки. Итак, одни машут картонными мечами, считают виртуальные самолетики и кричат, можем повторить, а другие ухаживают за могилами советских пилотов, возлагают на них цветы. Ну на этом, пожалуй, мы сегодняшний сюжет и завершим. Пишите в комментариях то, что вы хотите узнать об истории Финляндии, об истории финских ВВС в том числе. Ну а на прощание с позволения Владимира проведем тест-загадку. Итак, какой самолет-истребитель является самым эффективным за всю историю военной авиации? А также по возможности укажите, кто займет почетное второе место. Ответы пишите в комментариях. На сегодня всего-всего доброго. С вами был Андрей Николаевич и канал SkyArtist. Отблагодарить авторов за работу очень просто. Ставьте лайк, пишите комментарии, поделитесь в соцсетях. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал.